МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. В Пахчисарае задержали семерых крымских татар. Он сидит якобы в Фейсбуке и ведет запрещенную организацию Фейсбук Тахри. Как быстро можно получить биометрический паспорт в Киеве? Ждать месяц. Турция готовится к конституционному референдуму. За то, чтобы наша конституция была сильнее. Добрый вечер. 13 апреля. 1141 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. В Пахчисарае, в домах крымских татар, утром прошли обыски. Силовики изъяли технику. Те, кто пришел поддержать соотечественников, задержали. Подробнее в сюжете. А что здесь происходит, кто скажет? В Пахчисарае утро. Дома семьи Муждаба и Мустафаевых окружены ОМОНом. Во дворе припаркованы автозаки. В окрестностях близко никого не допускают. Свой ранний визит силовики не объясняют. Семья Муждаба живет в шестом микрорайоне Бахчисарая. После обыска медата Муждаба задержали. Его мать рассказала, как вооруженные силовики ворвались в дом. В седьмом микрорайоне задержали 24-летнего Сидомета Мустафаева. Его родители сегодня проснулись от грохота. Крымские татары, пришедшие поддержать соотечественников, рассказали, что слышали выстрелы. Фото гильз на своей странице в фейсбук опубликовал сервер Мустафаев. Впоследствии активистов силы затащили в автозаки и повезли в участок. Сейчас Бахчисарайский райсуд избирает им меру пресечения, рассказал адвокат Джимиль Темишев. Сейчас в Бахчисарайском суде будут рассматриваться вопросы о привлечении задержанных к административной ответственности. Мы думаем, что им будут вынесены административные наказания в виде штрафа либо административного ареста. Практики судебные, но это где-то в районе 10 суток будет. В Мечрисе уверены, задержанным предъявят вымышленное обвинение. Рифа Чубаров говорит, репрессии против крымских татар не прекратятся до деоккупации полуострова. Москва и путиновский режим пытаются обмануть Запад тем, что, мол, мы боремся с исламскими экстремистами. На самом деле оккупационная власть вытесняет крымских татар из своей земли. И, естественно, одной из форм, одним из инструментов для выдавливания крымских татар – это религиозное преследование, преследование мусульман. Окупанты в очередной раз грубо нарушают международное право, заявили в МИД Украины. Там пообещали оповестить коллег. В МВД оккупированного Крыма опуск назвали плановым мероприятием, направленным на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации. В Киевской прокуратуре Крыма говорят о фактах обыска, им известно, сейчас изучают материал. Свидетелем по делу Ахтема Чайгоза стал заместитель председателя Межлиса Ильми Умеров. На 104-м заседании оккупационного суда вновь выяснили, что действия Чайгоза были направлены на успокоение толпы, а не на возмущение, как утверждает прокуратура. Окупационные власти обвиняют Чайгоза в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014-го под стенами Верховной Рады Крыма. Сами Умеров и митингующие однозначно интерпретировали жесты Чайгоза и других присутствующих, как жесты, призванные людей успокоиться, остановиться. Непосредственно давки, стычки, применение газа и так далее Ильми Умеров не наблюдал. Ильми Умеров не видел, чтобы у митингующих были с собой какие-либо предметы для применения насилия, чтобы эти предметы применялись. После окончания митинга он тоже его покинул. Прокуратура Крыма напоминает иностранцам об ответственности за незаконное посещение Крыма вопреки украинскому законодательству. Такое заявление сделали в ведомстве в связи с проведением российской администрации Крыма экономического форума в Ялте в апреле. В МИД уже заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют официального статуса. Сейчас на полуострове находятся делегации испанских политиков и бизнесменов, которые представляют Национальную ассамблею Андалусии. Согласно с статьей 10 закону Украины про забезпечения прав и свободы граждан Украины и правовый режим на тимчасово окупованной территории, из иноземцев должны обратиться к МИСУ для получения специального дозвола и перетинать административный кордон только в пунктах специальных. В связи с этим, прокуратурой Автономной Республики Крым было надеяно лист до Министерства закордонных справ с проханием сприяти попереджению порушения законодавства Украины. Европейские и украинские политики пообещали, что украинцы уже летом смогут ездить в Европу без виз. Единственное условие – наличие биометрического загранпаспорта. Насколько быстро сейчас украинцы могут получить этот документ в Киеве и где это сделать, узнавала Елизавета Цареградская. В госпредприятии документ, который оформляет заграничные паспорта, отказывается оформлять новые уже вторую неделю. Вы хотели сделать биометрический, да? Да, да, второй. Второй. И хотите обратиться именно сюда, а не в государство? Нет, просто мне здесь ближе, поэтому все октябрь. А что, вам ответили? Что пока приостановлено выдача паспортов и неизвестно, когда будет. Спикер документа объясняет, СБУ проводит следствие, именно поэтому уже неделю сервис не работает. Служба безопасности проверяет оператора связи, который владеет всей конфиденциальной информацией граждан, а именно фотографией, подписью и отпечатками пальцев. Сподіваємось, что уже або наприкінці цього тижня, або на початку наступного тижня Центр обслугований громадян, паспортный сервис запрацюють в місті Києві і далі будуть підключатися великі міста України, такі як Дніпро, Харків, Львів і таке інше. Разузнати об этой проверки в СБУ заману не удалось. Спикер ведомства не отвечает на телефонные звонки, сообщения в соцсетях і официальные запроси игнорирует. На данный момент оформлением заграничных паспортов занимаются только подразделения государственной миграционной службы. Однако їх онлайн-запись не работает. Возле одного из столичних подразделений выстроилась очередь с самого утра. Люди в лучших советских традициях пришли за талонами. Ну, надо очередь заранее занимать, если хотите, чтобы было вообще идеально. То есть за два часа получила талончики на выдачу паспортов. Ну, вернее, не на выдачу, а делать. Я подошел к стойке, там стоит женщина и выдает талончики. А ждать месяц? Вот у меня все талончики на 13 травня, то есть на 13 мая. Спикер Государственной миграционной службы Украины уверяет, в полночь все будет работать. Ну, она працює, просто уже заняты все місця. В нуль годин щодня ці місця з'являются. Вы можете це переверить. Тобто сьогодні в нуль годин з'являться місця у всіх підрозділах на 15. Тобто 15-й день стає доступним в нуль годин. На данный момент украинцы, чтобы подать документы на получение биометрического заграничного паспорта с талоном на руках, должны ждать минимум месяц. Потом еще две недели будет изготавливаться сам документ. В предприятии документ, который на данный момент не работает, это было быстрее. Здесь на это уходило от недели до 20 дней. Елизавета Цереградска, Эльдар Тарахташ, Эльдар Эсматов, Заман, АТР. Попытка номер два. Наша съемочная група снова пыталась узнать, чем занимаются 14 херсонских сотрудников представительства президента Украины в Крыму. Во главе с постоянным представителем Натальей Попович. Вчера эта попытка закончилась ничем. Журналистов не пустили в здание, куда должны пускать крымчан. А выходя из здания, сотрудники бежали от камеры. Как прошел сегодняшний день в нашем репортаже. 9 утра, начало рабочего дня, а в здании представительства никто не заходит. Но окна в кабинетах открыты, и там горит свет. Сотрудники на рабочих местах. Похожа ситуация и вечером. 6 часов конец рабочего дня, а из центральных дверей почти никто не выходит. А если выходят, то общаться не настроены. Вы в строительстве президента работаете? Почему они не включают наши работы, наши гравируют? Здравствуйте, еще раз можете рассказать, как прошел ваш рабочий день сегодня? Отлично. А чем занимались? Прочелав. Выконывал свои посадовые повновления. А конкретно можно? Возвращаюсь, у меня рабочий час закончился. Нам, похоже, удалось отгадать загадку таинственного появления и исчезновения людей. В последнее время сотрудники представительства президента редко выходят через парадные двери. Есть такое подозрение, что они пытаются избежать встречи с нами и пользуются черным ходом. Мы решили проверить, так ли это. Вот двери очень похожие на запасные. И они открыты. Внутри решетка на замке и опущенные ролеты. Но имея ключ, открыть это несложно. После вчерашних неоднократных попыток попасть в представительство, мы решили узнать, согласовали ли наш запрос. Алло, здравствуйте. Это снова телекомпания АТР. Уже прошли сутки после нашего обращения. Мы бы хотели узнать, какой результат. Сможем ли мы попасть внутрь? Подождите, пожалуйста. Как долго ждать? Ждать пришлось недолго. К нам вышел Алексей, начальник аналитичной информационной службы представительства президента. В соответствии 26 закону Украины про информацию, вы должны обеспечить иначе дотримание на наши правила внутреннего трудового порядка. У нас сегодня свои задачи, которые мы должны выполнить. Вчера была договоренность за вчера. Вчера был сенс. Вчера вы ждали, у нас не позвонили, не я. Получив отказ, мы решаем дозвониться представителю президента Наталье Поповичной-Мобильной. Набираем номер, на который ей дозванивались коллеги. Наталья Константиновна сбросила трупку. Через час звоним еще раз. Наталья Попович скинула. От представителя президента Украины в Крыму пришла еще одна, вторая смска с обещанием перезвонить позже. Пока ждем ответ, узнаем, чем занимаются некоторые сотрудники. Оказывается, собирают информацию о нас. Полностью за вашими реквизитами было півроку в Казани на территории Татарстана підприємницька діяльність розповсюдження автозапчастин. А моим реквизитам? Ну, дивіться, ви дивіться, ви Симферуполь, дробь два, правильно? Все правильно. Це можна знайти в інтернеті, в відкритих джерелах. Ну, вони є з закриття, можна їх обходити, відкривати їх. Ну, якимось чином робити це, вже, як то кажуть, справа кожна. Правда, в едином государственному реестрі індивидуальних предпринимателей РФ є предприниматель Спиридонов Роман Анатольович Республіка Татарстан-Казань. Але в цьому реестрі також є Роман Анатольович з Алтайського края, місто Барнаул. Так що є ще над чим роботи, сподівників представництва президента України в Крыму. Але він, похоже, всю свою роботу вирішив переложити на компетентні органами. В фейсбуці зарегистрирується, класна права журналистського розслідування зробили, які сотрудники на АТР-телеканалі роботи. Хорошо. І обращусь непосередньо до безпеки прокуратури, щоб вони проверили, гражданин России, куди ви не встали. Ми, не дожидавшись ответу від Наталі Попович, званим їй в приемну. Дякую за перегляд! В представительстве скоро обед, а ответа все нет. Несмотря на то, что мы оставили контактный номер телефона и руководителю аналитической службы, и секретарю в приемной, в течение дня с нами никто не связался. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР, Херсон. Изменится ли парламентская форма правления в Турции на президентскую? Получит ли Эрдоган больше полномочий? Отменит ли должность премьер-министра и увеличит ли количество депутатов? Ответы на эти вопросы даст результат конституционного референдума, запланированного на это воскресенье. Чем живет Стамбул накануне политических изменений, узнавала имена Халил. Стамбул, район Фатих. До конституционного референдума в Турции осталось три дня. Город изобилует агитационными листовками, которые в большинстве своем призывают голосовать Эвет, то есть за переход от парламентской формы правления к президентской республике. Некоторые граждане Турции уже точно знают, как будут голосовать 16 апреля. Те, кто поставят галочку в графе «за», считают, что переход к президентскому правлению сделает Турцию сильнее. Да, за то, чтобы наша конституция была сильнее. До сих пор с Турцией ничего плохого не стало. Дай бог, и дальше ничего не случится. Поэтому мы говорим «да». Конечно же, да, потому что наш президент считает, что именно это правильное решение. Поэтому и мы говорим «да». Да, ради Реджепта и Пердогана. Больше ничего не нужно говорить. В Стамбуле также много сторонников ныне существующей парламентской системы правления. По их мнению, если Реджепта и Пердоган станет главой исполнительной власти и одновременно главой государства, то в Турции начнется эпоха диктатуры. Нет. Зачем давать правление нашей страной одному человеку? Есть парламент, парламент представляет весь народ. А как собирается лишь один человек представлять интересы всей Турции? Конечно же нет. Тысячу раз нет, нет одному человеку. Почему нет? Потому что он один, а это диктатура. Нет, потому что я не вижу ничего сверхъестественного из того, что предлагает нам наш премьер-министр. И поэтому не одобряю ничего из того, что он предлагает. Среди стамбульцев есть и те, кто будет бойкотировать референдум. Я не буду говорить ни да, ни нет. Я только за Аллаха. Я посею свой голос в землю, как семечко. Все. Первые результаты референдума ожидаются уже к полуночи 16 апреля. Если большинство граждан все-таки поддержат переход к президентской форме правления, то должность премьер-министра Турции упразднят, а Реджеп Таип Эрдуган получит все то, чего добивается уже более 10 лет. А после попытки государственного переворота летом прошлого года его цель получила серьезную поддержку. Имени Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул. На этом пока все. Через несколько минут эфир продолжит Осман Пашаев и Оксана Денисова, гость программы «Бугун» Валерий Карпунцов, народный депутат Украины, старший помощник генерального прокурора Украины по особым поручениям. Хорошего вечера. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok